Меньше чем через месяц, а именно 15 января, Екатеринбургский государственный цирк закроет свои двери на двухлетний капитальный ремонт. Немного не дожившему до своего полувекового юбилея, узнаваемому зданию Екатеринбургского цирка, предстоит глубокая реновация и прежде всего внутреннего пространства. Так называемые рендеры будущих интерьеров цирка руководство концертного учреждения продемонстрировало журналистам. Каких-то принципиальных изменений в зрительском фойе ждать не стоит. Немного изменится цветовая гамма, обновится кафе, музей цирка со второго этажа переедет на первый, чтобы принимать посетителей в любое время, а не только во время представлений, как это происходит сейчас. Серьезное внимание планировщики уделили туалетным комнатам. Во-первых, их станет в два раза больше, а во-вторых, взрослые и детские санфаянсовые изделия разместят на разной высоте. Несмотря на то, что проектная документация еще не утверждена, главгосэкспертизой подрядчик реконструкции уже выбран. Обновлением Екатеринбургского цирка займется московская компания «Равелин». Лицензированный Минкультом подрядчик имеет допуск к реставрационным и строительным работам любой сложности. В их портфеле реставрация построек Кирилла Белозерского монастыря в Вологодской области и музейного комплекса «Сапун-гора» в Севастополе, военный санаторий в Архангельском и цирк в Саратове. На реконструкцию Екатеринбургского цирка федеральный бюджет в рамках нацпроекта «Культура» зарезервировал свыше 2 млрд. рублей, которые предстоит освоить в течение двух лет – в 2023-2024 годах. Из серьезных изменений планируется капитальный ремонт манежа. Замена кресел в зрительном зале. Вместо 2,5 тысяч в цирке останется только 2 тысячи мест, но более комфортных. Ремонт репетиционного манежа, а также полная перестройка блока, где размещаются животные. Многие зрители Екатеринбургского цирка жалуются на неистребимый запах животных. Кому-то он нравится, кому-то нет, но многие дети, страдающие аллергией, физически не могут его переносить. За 43 года существования этого здания запах животных буквально въелся в цирковые стены, и поэтому принято решение здание, где сейчас размещаются цирковые животные, полностью снести и построить на его месте новое, с современными системами вентиляции и климат-контроля. Но, впрочем, вентиляции и коммуникации будут заменены во всем цирке. Ранее вице-премьер Марат Хуснолин пообещал, что закончить все ремонтные работы планируется до конца 2024 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова